Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Вы знаете, что я работаю над своим собственным травником. Рецепты собираю, все это там такое. И вот, как бы сказать, да, работая над какой-либо из книг, при этом, если я что-то беру, ну какой-то материал, я обычно ссылаюсь на автора. У меня нету такой привычки, что утаить имя автора и присвоить этот метод себе. И вот, как раз, я сегодня был в Ростове-на-Дону, походил там по торговому центру. Ну, я люблю заходить на книжные развалы, которые торгуют книгами уже, так сказать, ну вроде как никому не нужны. Издают книги, попользовались. И я смотрю, что там имеется в отношении оздоровительной литературы. И вот мне попадается русский народный лечебник Павла Матвеевича Куринова. И, как говорится, Ба, это одна из книг, с которых я начал. Хотя не совсем, но одна из тех книг. И все это вот мне вспомнилось. Хочется поблагодарить самого Павла Матвеевича. Кстати, вот его фото, видите, какое он. И немножечко о нем рассказать. И, в частности, пробежаться по этому русскому народному лечебнику. И сделать какие-то пояснения. Кстати, именно вот в этой книге впервые был описан рецепт очищения печени с помощью лимонного сока и растительного масла. Итак, давайте прикоснемся к этой уникальной книге. Да, и немножечко надо же рассказать о Павле Матвеевича Куринова. Кто он такой? Достоверных сведений нет. Сразу я скажу. Некоторые считают, что он в восьмом поколении целитель. Его предки были целители. Другие говорят, ничего подобного. Короче, все это скрыто от глаз. И что известно, то я и скажу. Но это не означает, что это правда. Итак, вот говорят следующее. Что якобы справочник какой-то сообщает, что он востоковед, автор курса фонетики китайского разговорного языка, с чем я вполне согласен. Дальше это будет ясно почему. Примерно он родился в 1895-1900 годах. Жил в Новосибирске. Считают, говорят, но это недостоверно, что он представитель восьмого поколения известных лекарей Среднего Урала. От которых Павлу Матвеевичу перешло много знаний, умений и рецептов. То, что перешло, это несомненно. Но от кого перешло, как перешло, нету сведений. Но то, что он разбирался, это факт. В 1921 году, говорят, он сбежал от большевического режима сначала в Харбин, потом в Сан-Франциско, в Америку. Значит, большую часть жизни прожил за границей, в Маньчжурии, Японии, США, где пропагандировал свои методы лечения. Ну, то, что он знал, допустим, что он знал. И не просто знал, а так как, смотрите, он был в Маньчжурии, Японии, США и других странах. То вот он интересовался народной медициной, он интересовался вот этими различными рецептами, методиками, которые и собрал. То есть человек был любознательный. Когда попал за границу, естественно, особо материального обеспечения его не было, но за счет, насколько я понимаю, любознательности, вдумчивости всего этого, умения собирать, там немножко сопоставлять, он, значит, стал известен в мире своей книге «Русский народный лечебник». Вот это уникальная книга. В эмиграции он зарабатывал на жизнь тем, что там, народной медициной и издал вот эту вот книгу. В этом деле он весьма преуспел, хотя медицинского образования у него не было. Можно сказать, что эта книга стала всемирно известной. Вот именно вот эта книга была переведена на множество языков и выдержала на том же загнивающем Западе множество изданий и сделала его, по слухам, миллионером. Потому что он там что-то там еще выпустил уже за счет своих денег. Значит, само обращение к старинному народному опыту, вот к старинному народному опыту, к чему и я обращаюсь. И при этом не забываю тех целителей, врачей, которые в этом деле работали. Они оттуда помогают. Это очень важно понимать. А то тут мы все забыли, всех забыли. Вместо там науки о питании, какую-то нутрициологию, там вообще слово, которое какое-то непонятное, надо его переводить. То есть обращение к вот своим действительно корням, понятным, ясным, когда ум людской работал совершенно по-другому. Вот этот старинный опыт, он и тогда, и сейчас идет вразрез с установками, как советской официальной медицины, так западноевропейской и прочую-прочую медицину. Но она все это отрицает. У них свои там в глазах, грубо говоря, в умах какие-то там понятия. Толку, правда, никакого. Поэтому русский народный лечебник, вот эта вот книжечка, был переведен на многие языки. Но до определенного времени, до 1990 года он не был известен в Советском Союзе. Хотя упоминание было, я уже немножечко там что-то о нем знал. После 1990 года, когда вот это все это развалился, Советский Союз, у нас начали печатать его отдельные главы, а затем полностью напечатали эту книгу. Итак, мы с вами, если у вас есть, конечно, желание, немножечко ознакомимся с этой книгой. И я так ее буду потихонечку разбирать. Кое-что я буду брать для своего травника. Итак, вот здесь русский народный лечебник. Значит, дальше мы смотрим. 400 знаменитых, доступных для изготовления и применения рецептов, советов и рекомендаций, собранных доктором Павлом Матвеевичем Куриновым. Но, оказывается, он не доктор. Официального, насколько тут все говорят, образования медицинского у него не было. Но, тем не менее, тем не менее, если верить, что он там в восьмом поколении, значит, целительный, то, естественно, там опыт должен накопиться. Далее читаем русский народный лечебник из сокровищницы русских и зарубежных знахарей, травников, лекарей. И вот к этому, так сказать, богатству мы с вами, значит, издана Чебоксара 1994 год. Мы с вами и соприкоснемся, и немножечко поработаем. Ну, значит, тут говорится, изъездил всю Америку, пропагандировал свои методы лечения. Много практиковал, выходят за границей и так далее. Значит, записаны авторы, проверены практикой самого Куринова, что особо ценно. Ну, значит, дополненных на случай всей жизни, объемы меры веса и так далее, и тому подобное. Значит, простота рецептов и прочее, прочее, прочее. И вот теперь мы соприкоснемся с первым, так сказать, разделом. Народные средства от ревматизма. И вот тут-то я бы хотел сначала, чтобы было рассказано, что такое ревматизм. Потому что тут масса всевозможных рецептов. Сильнейшее средство против ревматизма. Вот оно тут какое. Так, дополнение к данному рецепту. Рецепт от ревматизма еще один там. Великое и универсальное средство русских знахарей от всех видов ревматизма до суставного включительного. Вот это все тут, знаете, описывается. Один из китайских способов лечения ревматизма. То есть, знаете, много рецептов. И, грубо говоря, какой-то рецепт может подойти, какой-то не подойти. И для того, чтобы стрельнуть в яблочко и попасть, необходимо знать, а что собой представляет ревматизм за болезнью. Что это такое. Потому что тут, что-то тут пишет, значит, сильнейшее средство против ревматизма. И вот как оно пишется. Если одним и тем же средством русской народной медицины тысячи тибетских и монгольских лам врачуют своих больных, то средство это не может быть плохим. Ну хорошо. Кажется, из всех противоревматических лекарств это самое сильное и самое радикальное. Название этого средства на простонародном языке корень борец. Ботаническое название, то есть с помощью некого растения. Ревматизм в любом его виде излечивается этим средством. И сразу пошло способ приготовления лекарства. Способ приготовления лекарства. При этом, при этом способ употребления лекарства. Что это за средство и как оно работает. Вот этого нету. Настойку втирают. Тарата пить настойку аконита. Желательно это сразу же после вытирания аконита. Обязательно вымыт руки смылом. То есть мы используем очень сильное лечебное средство. Причем ядовитое. То есть, вот смотрите. Все хорошо, но нету, чтобы мне хотелось. Потому что я не хочу, знаете, быть просто вот исполнителем, вот это исполняй, а поможет она, не поможет, кто его знает. Так вот, для начала, что такое ревматизм? Давайте узнаем просто-напросто, узнаем, что собой представляет ревматизм. Ревматизм. Раз. Ревматизм, поиск. Ну вот, тут быстрые ответы, ну пускай быстрые ответы, простыми словами. Ревматизм это заболевание инфекционно-аллергического характера, основным правлением которого является повреждение соединительной ткани, чаще всего сердечно-сосудистой системы. Понятие ревматизм объединяет два процесса. Острую хроническую лихорадку и хроническую ревматическую болезнь сердца, сопровождающую развитием порока сердца и сердечной недостаточности. Уже нам как-то ясно, что это заболевание инфекционно-аллергического. А что за инфекция вызывает ревматизм? То есть вот как раз от чего появляется ревматизм. Заболевание возникает в результате поражения организма гемолитическим стрептокопком группы А. То есть нам теперь известен и, как бы сказать, возбудитель этой болезни. Вот он, гемолитический стрептокопк группы А. Причины ревматизма, инфекционные заболевания. То есть вот тут не говорится, мы сразу лечим и все. Вот тут я хочу, знаете, чтобы точно было все известно, на что, вернее, что мы лечим, от чего мы лечим, чем мы лечим, как это действует. Мы уже знаем, значит, инфекция. Инфекция гемолитический стрептокопк группы А. Ну, пускай. Далее. А вот как он проявляется? Проявляется, проявляется что? Инфекционные заболевания. То есть у человека, ну, можно так сказать, редко проявляется сразу же ревматизм. Но, насколько я, будучи еще ребенком, я слышал такие вещи. После ангины появляется вот ревматизм сердца, там, суставов и так далее. После ангины. Как ангина связана с поражением суставов, сердца, там, сосудов и так далее. После перенесенных инфекционных заболеваний, которые вызываются вот этим гемолитическим, группы А. А именно танзелит, атит, фарингит, скарлатина, рожистые заболевания. То есть вот это, так сказать, входные ворота открылись, чтобы у человека глаза были. Почему это происходит? А не просто так мы сейчас что-то лечим. Это вся зараза, он распространяется по всему организму и оседает в наиболее таких местах, где ему удобно размножаться и где он начинает за счет размножения разрушать ткань. А именно сердечную ткань, вот это в результате возникают пороки сердца, сердечно-недостаточные. Соединительную ткань начинает разрушать и так далее. И что тут еще, от чего появляется? Снижение иммунной системы. Это такой вопрос общий. И плохое питание, и из-за того, что человек нервничает, переживает. Да многое из чего там, мало двигается. И наконец-таки, смотрите, перехлаждение организма. То есть перехлаждение организма, вот тут очень важно понимать вот этот фактор. Она как раз открывает ворота вот этой вот гемолитической инфекции. И пошло-поехало. То есть если мы вот здесь, на этом этапе, все это вовремя, у нас не будет ни танзелита, ни ангины, ни отита, ни фаренгита, ни скарлетита и так далее, то есть мы подаем этот стриптокок вовремя, то естественно у нас дальше не будет вот этого ревматизма, инфекционно-аллергического характера. И, и вот смотрите. Дальше читаем, значит, вот здесь говорится, значит, сильнейшее средство противоревмонизма, корень борец или аконит. Дальше идет приготовление лекарств, взять стука, та-та-та-та-та, корень аконита, и этот разводим его, делаем так-так-так, и способ употребления. А что собой представляет сам аконит? И почему мы его используем? Средство обладает чудовищной силой, при втирании оно настолько усилит кровообращение, что больной-то сейчас чувствует необычное сердцебиение, если болят обе ноги и руки, следует подвергать втиранию только одну ногу, на следующий день другую, далее так далее, так далее. Настойку втирать до суха, так далее. Втирание всего лучше делать на ночь, утром больной. Очень болезненное свойство, значит, втирается аконит в продолжение 4 или 5 недель. Пить настойку корня аконита не рекомендуется. Так, должен быть самокатет, упоминав фланель сразу после утром, обязательно этот, помыть руки мылом, значит, упоминается. Следует всегда, и не указать, помнить, что аконит сильно ядовит. Иногда телята съедали по одному два листочка аконита и падали замертво. То есть, смотрите, насколько он ядовит. А теперь вот смотрите, вот, дальше. Аконит, раз мы используем аконит, аконит, аконит цветок или борец, корень в слове аконит, корень в свойства и противопоказания к применению. Аконит, корень, свойства. Давайте вот свойства. Почему применяют аконит? Аконит обладает противовоспалительными, а как раз вот эти бактерии вызывают воспаление, антимикробными, даже наркотическим, противоопухолевым, обезболивающим и спазмолитическим действиям. Действия обусловливаются алкалоидами, главным образом аконитом, которые являются одними из самых сильных растительных яблок. Это род крайне ядовитых многолетних травянистых растений, семейства лютиков. Запомните, лютики оказались в таком виде. Значит, ядовитость их делает в содержании ряда алкалоидов, значит, главный из них аконит. Аконит влияет главным образом на работу сердца, также центральной нервной системы, вплоть до летального исхода. Но главное, главное мы узнали, антимикробным, то есть это сильнейшее средство против микробов. Вот почему оно и действует. И так сказать, теперь карты открыты. То есть мы знаем, что такое представляет, и как начинается ревматизм, что такое ревматизм, и откуда он берется в организме. Главное это вот эти вот бактерии, и против них, значит, применяется крайне ядовитое средство. То есть вот оно, видите, я разобрал перед вами вот этот рецепт. А не просто мы готовим, как тут просто написано, ну мы готовим, это делаем, это втираем, и на этом заканчиваем, да? Ну, вот так вот. И потихонечку, потихонечку дальше начнем разбирать. Значит, про корень борец, аконит разобрали. Дальше рецепт от ревматизма разберем. Ну, и вот так возникает понятие. Понятие, как надо вести лечение, оздоровление, с помощью каких средств, с помощью чего не следует переохлаждаться, запускать вот это, чтобы у нас была ангина там и прочие там заболевания, а вовремя все это ликвидировать. Ну, примерно, так сказать, я показал вам мастер-класс, ну, а вы уж там судите. И потихонечку дальше кое-что разберем.